Алло, да, Роман Борисович, здравствуйте. Анна трудится следователем меньше двух лет, занимается имущественными преступлениями. Уже в первый год работы ей удалось раскрыть дело о хищении на несколько миллионов рублей. Девушка рассказывает, еще в школе смотрела детективные фильмы и представляла себя на месте героев, которые щелкают сложные дела, как орехи. Теперь подростковая мечта становится реальностью. Наверное, как и у всех, это фильмы, Каменская, Тайна следствия, и мечталась вот эта романтика, она взяла верх над моим сознанием и поэтому выбрала такой университет, такую работу. Немножко, конечно, в фильмах все переувеличено, но тот объем, который демонстрируется в фильмах, да, та работа и те сложности, с которыми сталкиваются в фильмах, она действительно присутствует и в нашей жизни. Анна уверена, с такой работой не соскучишься. Помимо хищений и мошенничеств, часто встречаются нестандартные дела. Например, сейчас девушке для раскрытия преступления приходится разбираться в производстве азартных игр. Рассказывает, поиск преступника не самое сложное в работе следователя. Ну, самое тяжелое, наверное, это каждого человека понять, несмотря на какие-то жизненные ситуации, их сложности, оценить все-таки рационально, что это человек совершил преступление, не податься каким-то психологическим эмоциям. Ну, это, наверное, самое сложное, работа с людьми. Правоохранители рассказывают, иногда трудно возвращаться домой и не продолжать думать об уголовных делах и поисках преступника. Анна спасается спортом, а Екатерина давно научилась отвлекаться от дел в нерабочее время. Она трудится в следственном комитете больше 15 лет. Начинала в Рязани, затем переехала вслед за мужем в Видное. Рассказывает, за справедливость болеет с самого детства. Всегда нравилось помогать людям, восстанавливать справедливость, помогать людям, которым в результате совершения преступления был причинен какой-то имущественный ущерб или нанесен вред здоровью, чтобы лица не остались безнаказанными. Человек всегда остается человеком. Все равно ты сопереживаешь, сочувствуешь, все равно все присутствует. Нет таков, что ты полностью абстрагировался и тебе все равно. Иначе мы бы здесь не работали, если бы нам не жалко было людей и не хотелось бы им чем-то помочь. Всего в Ленинском округе помогают людям и борются за справедливость более 20 следователей. Рассказывают, преступления, разные тяжести совершаются каждый день. Раскрыть их и помочь тем, кто пострадал, не просто работа. Предназначение. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.